Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! В связи с такой сложной обстановкой, поступил очень своевременный вопрос от Ирины Синкевич. Вопрос от моей мамы. Она стала перечитывать ваши труды по уринотерапии и спрашивает, возможно лечить ковид уриной без лекарств? Меня она не слушает, а вам верит. Она не болеет ковидом, но попросила, чтобы я задала ей этот вопрос. Ей 78 лет, спасибо. Очень своевременный вопрос. Итак, сейчас такие времена, когда с одной стороны говорят уже какой-то идет злобный омикрон, который еще там более, значит, заразнее, нежели прочие. Поэтому, так сказать, готовьтесь. Далее, обстановка такая в мире, что люди могут оказаться вообще без всяких там лекарств, без всего. Вот, так сказать, один на один с собой. И что делать? Как выживать? Оказывается, можно выживать. Я вам не зря рассказал вот о Караваеве, когда он где-то лет в 9-10 заболел туберкулезом. И врач, который пришел, сказал, старый, знающий врач, он это еще подчеркнул, что, мол, я знаю, мамочка, готовьте своему мальчику деревянный домик. Мама еще удивилась, говорит, да как же он маленький, будто нет жить. Оказывается, не жить, а уже помирать. И никто ничего не мог сделать. И вот старый дедушка, ну это вы найдете видео у меня на канале, и послушайте. Решил вопрос за месяц, Виталий Караваев выздоровел, и потом еще в дальнейшем и лечил других людей от вот этого сложнейшего, самого злокачественного туберкулеза. Ну, тут вот вопрос насчет уринотерапии. Я бы сказал, что есть очень мощное средство, когда вот нету, ну никаких лекарств. Да, тем более я еще расскажу свою историю. Вот я узнал, ну, узнал, конечно, давно, что в основном, вот, ну, будем говорить, в моей семье, а именно отец, у него сестра была, и все. И дальше никто ничего не говорил. Оказывается, был и третий ребенок у них во время войны. И воспаление легких что-то там началось. И он умер, где-то лет тоже 9-10 было, девочки. Но мой вопрос, так, а что никто, ничего, никак? Да вот, лекарств не было, ничего, никак, и мы оказались бессильны. Так вот, мне бы хотелось, чтобы вы не были бессильными, а были вооружены. И вооружены самыми мощными, природными методами исцеления, одним из которых наиболее мощным является голодание. Можно с голоданием использовать и уринотерапию. Так вот, давайте познакомимся с механизмами, которые разворачиваются на голоде. Я уже неоднократно рассказывал вам, а потом еще свой, собственно, опыт приведу. Давайте познакомимся. Это не я придумал, а исследовали люди, которые интересовались механизмами голодания, что происходит с организмом на голодание. Итак, давайте-ка это послушаем. Мы воспользуемся, не попоюсь этого слова, моей уникальной книгой, в которой собрана мудрость людская о голоде. Страница 55. Тема у нас. Процессы, происходящие в физическом теле человека. Кратенько, кратенько пробежимся. Кто хочет, конечно, более подробно, пожалуйста, в библиотеку. Итак, закисление внутренней среды организма. Значит, в результате того, что человек начинает голодать, происходит сдвиг показателей ПАЖ организма в кислую сторону. При этом величины закисления не выходят за физиологические нормы. Процесс закисления внутренней среды организма приводит к запуску процессов растворения тканей. Оказывается, в кислой среде активируется. Активируется. Вы знаете, вот я сразу для вас нашел. Активируются фагоциты. Это те образования, которые поглощают, разрушают все чужеродное. И некоторые энзимы, функции которых сводятся к разрушению ослабленной собственной ткани и чужеродного в организме. В свою очередь, процессы аутолиза запускают механизмы очищения организма от шлаков, ослабленной и болезнетворной измененной ткани. Закисление организма и повышение фагоцитарной активности приводят к нормализации микрофлоры организма. С чем мы постоянно сталкиваемся, тот человек, который голодал, он сталкивается именно с этим, что что-то там у него бурлило до голодания, что-то еще там такое там было. На голоде все, микрофлора как надо, как положено. Никаких аллергических реакций, ничего нету. На голоде происходит усиление защитных функций организма, как на уровне клеток, так и всего организма в целом. Организм становится намного устойчивее к различным внутренним и внешним повреждающим факторам, в том числе и против вот этой всей заразы. Я сейчас быстренько еще скажу. Конечно, вот, грубо говоря, вы заболели простудой, гриппой или модным этим заболеванием. Естественно, поднялась температура. Вот тут-то, если вы начинаете голодать, да, день, два, три, а то может быть четыре, будет тяжело, будет борьба. Организм будет настраиваться, он будет входить вот в те рабочие рамки, которые подавляют вот эту вот инфекцию. И, как правило, после трех-четырех суток, вот когда вы уже в разгаре, вот это вот все у вас катавайся идет, вы почувствуете, температура уходит, работа организма нормализуется. Помните, процесс закисления внутренней среды организма нарастает быстро, но не сразу там, не в течение нескольких часов. Обычно максимум закисления наблюдается на шестой-десятый день голодания. Зато, закислив организм и уничтожим инфекцию, вы, будем говорить, после того, как выйдете из голодания, голодание, отголодал там, допустим, неделю, может быть больше, по крайней мере, человек болеет водным заболеванием, чуть ли там не месяц, если не больше, вот, никаких последствий, осложнений не будет. Это важно, важно понимать. Значит, когда будет вам тяжело во время вот этого голодания, во время борьбы с вот этим заболеванием, как можно помочь себе? Естественно, сил особо никаких не будет. Значит, стоит человеку в это время выйти на воздух, поделать дыхательное упражнение, хотя бы походить, очистить кишечник с помощью клизмы, принять душ, особенно контрастный, все симптомы исчезают. Рассасывание ткани аутолиз, то есть самопереваривание. Во время голодания в течение 36 часов активность фагоцитов, вот это то, что нам надо, лимфоцитов, фагоцитов, лейкоцитов, может увеличиться втрое. Качественное уничтожение чужеродного в организме, допустим, спайк, жировиков, опухоли и прочие инфекции, лучше всего происходит на голоде. Важно отметить и тот факт, что повышение температуры, в некоторых случаях и температура может подняться на голоде, без всякой там простуды, если так вот мы говорим. Во время повышения температуры, которая происходит на голоде, увеличивается активность ферментов. И применение прогревания на голоде значительно увеличивает процессы аутолиза. Важно, вот вы заболели, поднялась температура и вроде бы нет сил, а вы еще начинаете голодание. Важно вот собраться на хотя бы на эти вот первые три дня, вот выдержать их во что бы то ни стало. И если вам суждено выжить, вы будете здоровы без всяких последствий. Будем говорить так, прямо, четко и откровенно. И вот мы дошли до параграфа 5. Нормализация микрофлора организма и защитная функция организма. Активация наследственного аппарата клеток на голоде, прежде всего выражается в уникальной перестройке его ферментативной системы, целенаправленной на уничтожение болезнетворных очагов инфекции, тканей, опухолевых образований, рубцевых изменений. При проведении голоданий не отмечается обострение вирусной инфекции. В период эпидемии гриппа ни один человек на голоде не заболевает. После первых курсов дозированного голодания люди реже заболевают вирусной инфекцией или переносят ее в более легкой форме. При многократном или систематическом применении голода люди перестают вообще болеть, в том числе и вирусными заболеваниями. Во время голодания идет процесс кардинального уничтожения очагов скрытой инфекции. Когда же используется урина, повышающая закисляющие свойства в организме и активирующая аутолиз, процесс уничтожения инфекции идет намного лучше. Плюс мы не обязательно надо ее там пить, вы можете хотя бы допустим смачивать там кожу, делать массаж. Если еще делается массаж кожи, вообще организм получает массу дополнительной энергии и голодания как такового даже не чувствуете. Вы чувствуете наполненность себя энергией. То есть, когда делается массаж, вот это же введение урины внутрь через кожу или там внутрь через рот, можно в конце концов даже через клизму это все делать, это есть не что иное, как вакцинация, самовакцинация. Той вакциной, которую выработал ваш личный организм против вашего же личного врага. Вот это объет, знаете, на все тысячу процентов. Итак, вот что я вам хотел сказать, плюс, конечно, вы на спонсорской подписке можете посмотреть опыт моего 40-суточного голодания. Голодание Эдуарда, когда во время голода из кишечника выходит огромное количество разного рода слизи, живности и прочего, 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 что подрывает вашу иммунную защиту. То есть, вы наглядно видите, вам никто там, знаете, вот не показывает что-то на УЗИ, вот тут у вас испортилось на МРТ, а вот тут у вас там диски там просили или еще что-то. Вы видите, естественно, голодать надо больше недельки, если вы хотите капитально поработать над своим организмом. Вы видите, что из вас выходит. И от этого меняется коренным образом все. Вам все показывают, а не то, что кто-то там рассказывает. И у вас создается свое собственное мнение о голоде. С уриной или без урины, о его эффективности и возможности побороть практически любое заболевание. Но за это надо взяться. Хороший вопрос задала ваша мама. Молодец. Субтитры подогнал «Симон»!